Готовы, ребята? Готовы? Да! Выходим, команда! Толстый, ну что, экзамен сдал? Сдал! Медицинский? Чё-то врача? Да! Толстый, я имею в виду. Это вакцинации. Толстый. Вот этот тролицу. Да, да? Там, да? Там он с ней. Ну, чуть не сдал. Победитель одного чемпионата. Это будет, чем второе место. Ну, да, потому что. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Интереснейший матч предстоит нам посмотреть Команду уже начали с центра поля И сейчас мне принесут протокол И я ознакомлю вас со стартовыми составами команды Пока могу сказать, что пищевик у нас в салатовой форме Ника небесно-голубая Так называемые пернатые Как сами себя футболисты Ники величают Но пока что в атаке игроки пищевика Естественно, главная звезда команды Это фурман Саакян Нападающий, который очень много сделал в прошлом сезоне В победном сезоне для команды Пищевик выиграл чемпионат Юго-Западной лиги И у Саакяна тогда было 38 голов и 19 передач Ну а Ника заняла второе место Поэтому и попала в Суперкубок Напомню, что сам кубок тоже достался пищевику Так что сегодня они могут сделать своеобразный Требл, хет-трик, тройник, как угодно Назовите Ну, посмотрим Погода отличная Солнышко футбольное Поэтому, конечно же, в бой только командам Пока никаких опасных моментов нету Идет перепосылочка в центре поля Ну и вводить мяч будет у футболисты Ники Неплохой был момент, но, к сожалению, нарушили правила футболиста Пищевика Поэтому удар не получился Ну, продолжаем пока смотреть без протокола, к сожалению Футболисты Ники перехватывают инициативу Опасный момент, но браво, браво выручает галкипер Пищевика Это Крючков Итак, есть состав Пищевика Давайте сейчас посмотрим их атаку По правому флангу 36-й номер, это Самохвалов Удар Вратарь справляется Ники Итак, у Пищевика следующая расстановка В воротах 89-й номер, Крючков В обороне 55-й, Самохвалов, Василий 8-й, Кадиев, Таймурас Далее, в полузащите 6-й, Назаров, Дениз Далее, также 19-й номер, Хартияди, Панайот 4-й, Сапронов, Александр И 36-й, Самохвалов, Никит Между прочим, Самохвалов, Никит и Самохвалов, Василий Это два брата-близнеца Ну и в нападении, естественно Естественно, Фурман Саакян Главная сила, как я уже сказал Команды Пищевик Кроме того Сейчас Нарушение правил И футболисты Ники Пробьют штрафной Ну, давайте Как раз-таки Ознакомимся С их Заявкой Вратарь Антонов, Александр У нас под 23-м номером Далее, Максим Захоба, 70-й Александр Карпов, 19-й Комарос, Сергей, 17-й Артем Насканян, 77-й Денис Петренко, 55-й Капитан команды Никита Потапов, 4-й Дмитрий Сергеев, 25-й Алексей Староверов, 69-й Ну и сейчас Опасный штрафной Сергей Комаров У мяча Посмотрим Будет прямой удар Или что-то Еще придумает Ну, конечно же Прямой, но попадает В стенку И Теперь заново Приходится Комбинировать Футболистам Ники Возможность для удара Удар и гол Вот так вот Открывает счет Именно Ника И делает это Сергей Комаров Один из лучших Футболистов Команды Ника Безусловно Комаров Основная Бомбардирская сила Сейчас Ввиду того, что Очень тяжелую Травму получил Мадилов Который Из-за крестообразных Связок Возможно Целиком Сезон Пропустят Поэтому Комарова Конечно Большие надежды Возлагает Ника Ну и Именно он Стал лучшим Полузащитником Прошлого чемпионата Водят мяч Вратарь Ники Антонов Александр Но Зацепиться Не удалось Давайте я еще Не дорассказал вам Кто же В заявке Пищевика Помимо основных Игроков Это Горшков Вратарь Это защитник Шалин Это полузащитники Кравцов И Евнанов Возможно Мы их Сегодня И увидим Кстати Говоря Все Футболисты Которые находятся Ну не все Но трое Из них Сейчас нарушение Правил Кстати говоря Представить Арбитра Тоже Не помешало бы Это Александр Воронцов Который вовремя Свистит И замечает Нарушение В данном Случа Нарушение Пищевика Любопытно Что Ника Продолжает Сейчас атаковать Когда По идее Пищевик Который проигрывает Должен наращивать Обороты Но Мы видим Обратное Ника играет С большим желанием С охотцей И сейчас Посмотрим Очередной стандарт Один из них Уже привел Голу футболистов Небесно-голубом Сейчас посмотрим За действиями Сергея Комарова Который будет Подавать Угловой Со штрафным Сейчас Не получилось Посмотрим на угловой Но уже гол В его активе есть А сейчас Неплохой был прострел Но футболисты Пищевика Справились И Не удается Им Начать свою атаку Прессинг Сделал Здорово За футболистов Ники Замена Между тем Меняется У нас Футболист Ники Уходит Уходит Максим Захоба И Выходит Дмитрий Сергеев 25-0 Так вот Я говорил По поводу Трансферов У пищевика Как раз таки На скамейке Сидят На замене Опасные моменты 2-0 Вот так вот Не удается мне Договорить Про трансферы Все замечательно Вновь делает Сергей Комаров Ну умница Просто умница Выдал Отличный пас И Ника Делает Счет 2-0 Александр Карпов 2-0 Отличная связка И Удваивается Задача У пищевика Теперь им нужно Отыгрывать Аж целых 2 гола Посмотрим Быть может Сейчас пригодятся Замены Которых я уже В третий раз Попробую Сказать Так вот Горшков Пришел Из Вратарь Из ЦДК Евнанов Из Осири Евнанов Полузащитник Ну и Кравцов Из РМА Тоже Защитник Но Пищевику Нужны голы А Саакян Пока что На Голодном Пайке Не было Сегодня ни одного Момента А что же Вытворяет Ника У Ники Сегодня Очень здорово Смотрятся Комаров И Карпов Которые Вытворяют Пока что Все что Захотят Ну вот Попытка Попытка Фурман Саакян Наконец С мячом Правда Быстро С ним Расстается Назаров Не удалось Мяч уходит Да Из-за боковой Назаров В отчаянном Подкате Футболист Ники Выбивает Мяч Естественно Нужно играть Как можно плотно Счет уже Позволяет Можно думать Лишь о контратаках Главное Сохранить Свои ворота Для Ники Ну и сейчас Антонов Александр Рукой Выносит В сторону Нападающего Своего Не удалось Там зацепиться Упал Назаров Но Воронцов Дает Играть Командам Быстро Быстро Ника Добилось Серьезного Преимущества Наверное Стоит вспомнить Как команды Играли В прошлом Сезоне Пищевик Дважды Выиграл 3-1 И 8-5 Причем Когда счет Был 8-5 Сейчас Саакян Наносил удар Но Ничего опасного Не было Так вот Когда 8-5 Достаточно быстро Уже чуть ли не на 20-й минуте 6-1 Пищевик Повел Ну Ника Сумела Вернуться В игру Однако Конечно Сравнять Счет Там было Крайне Крайне Тяжело Вообще Прошлый сезон Пищевик Провел Просто Очень мощно 27 побед Две Ничьи Всего лишь Одно Поражение Ника При 20 победах 6 раз Сыграла ничью И 4 раза Проиграла Но Тем не менее Заняла Второе место Для обоих команд Это Успешное выступление Поскольку Давайте сейчас Еще посмотрим Пищевику Нужно Нужно отыгрываться На левом фланге Закладывает Финк Ух Хорошо Получилось У Панайота Хартьеди Ударить Но Естественно Антонов На месте Переводит мяч На угловой Дает Указания Кому Кого Разбирать Но Самое главное Конечно Держать Саакяна Который Все равно Сделал попытку Пробить Пока Пристально Пока пристально За ним Следят Если И удается Ему что-то сделать А вот сейчас Удалось ему Получить По голове Очень неприятно И Обнимает Конечно Его Капитан команды Ники Никита Потапов Не хотелось Естественно Наносить Повреждения Атака В дальнейшем Получается У Карпова Александра Прокинул он Мяч Но Василий Самохвалов Помешал ему Выйти Один на один С Вратарем Игорем Крючковым И вновь И вновь Пищевик В атаке По центру Поля Пытался Прорваться Никита Самохвалов Но Тут Как тут Был Денис Петренко Опытнейший Игрок Который Влился В прошлом Сезоне Состав С Нике И Так прижился Что По его Признанию Он получил Огромное удовольствие И Даже Когда выигрывал Лигу чемпионов ЛФЛ Он Так не наслаждался Игрой Как в прошлом Сезоне За Ник Вновь Пищевик Больше владеет Мячом Но Сакян Теряет А сейчас Не получилось Уже перейти Футболистам Никим В атаку Естественно Достаточно Плотно Плотно Присматривают Друг за другом Футболиста Тем не менее Моменты появляются Вот сейчас Не получилось В очередной раз У Александра Карпова Обвести соперника Ох Как сегодня настроен Как сегодня Мчится По наед Хартияде Очень-очень Юркий Быстрый игрок И Естественно За ним нужен Глаз да глаз Вот сейчас Что он Петренко Обыграет Нет Пытается Во всяком случае Отдает назад И Удар Никита Самохвалова Принимает на себя Оборона Ники Замена Возвращается За Хоба Вместо Александра Карпова Посмотрим За Максимом Ну и Антонов Вводит Мяч В игру Попытался За Хоба Побороться Ну Не удалось Все-таки Повыше рот Ростом И защитник И вратарь Поэтому За мяч Зацепиться Верховой Максиму Было Достаточно Проблематично А вот сейчас Неплохо Неплохо Было И Момент У Александра Сопронова Мог сделать Дубль Но Не получилось К сожалению Вратарь Сыграл здорово Вот и мяч Пролетел Куда-то В нашу сторону А Замена Теперь У Пищевика 31 номер Выходит Денис Кравцов Последим За Денисом Ну что ж Небольшой У нас Перерывчик Я думаю Даже Знаете Можно устраивать И на водопой Сейчас Очень Теплая Температура Мягко скажем Стоит Но Пока Футболисты Справляются Без лишней Помощи А вот теперь Свеженький Кравцов Пытается Вовлечь Футболиста Пищевика В комбинации Ему это удается Здорово Прорывается На левом фланге Очень здорово Панайот Хартияди Пока Удается ему Игра Еще бы Результативное Действие Добавить Ну а В ответ Максим Захобу Все-таки Не такой свежий Ну и немножко Тяжеловесный Футболист Поэтому Прорваться Так как Панайота Ему не удается Но На Панайота Сегодня наверное Особая надежда У пищевика Кравцов Как Дирижирует Ищет как раз таки Панайота Тот отдает на Кравцова Что придумает Денис Удар Рядом со штангой Ну неплохо Включился Достаточно Плотный удар И Можно сказать С крещением Да Вступил Нормально В игру Угловой Между тем Подает Сопронов Мяч в воздухе Выигрывает Футболист Ники Захоба Захоба Откидывает И пошла Атака Не получилось За хобби Удачно сыграть Это Дмитрий Сергеев Пытался его найти Кстати Я говорил По поводу Новичков Пищевика Надо наверное Сказать и пару слов Про новичков Ники Пока Саакян с мячом Не получается Я позволю Рассказать Это Как раз таки Сергеев На 10 игр Его арендовали Из подиума Это полузащитник Ники Ну и Карпов Из Олимпа Карпов Который уже Отличился Александр нападающий Он призван Как раз таки Заменить Трамированного Модилова В прошлом сезоне Он забил 33 гола Весьма Неплохой результат Конечно Фурман Сыграл всяко лучше Фурман Саакян А вот сейчас Замечательно играет Замечательно играет Кто Ну конечно же Панайот Кортияди Я ожидал От него Результативного действия Ну и дождался Гола Брау Панайот Хартияди Отлично Счет 2-2 И вся борьба Естественно Впереди Теперь уже Видите как все Меняется Да Вроде как Отличное психологическое Состояние было у Ники 2-0 ведут Комфортно Пищевик Должен дергаться Но Чемпион все-таки Не с того Теста Они Нацелены на ворота Знают что необходимо делать И Уже Сумели Отыграться Поэтому Поэтому все В этой встрече Начинается Сначала Хотя 4 гола уже И мы увидели Думаю Увидим еще Как минимум Столько же Впереди Еще играйте В первом тайме И во втором Ну а пока Хорошо Все-таки Сыграл Руками Голкипер Пищевика И Вел Мяч в игру Не глядя Отдает Краснофон Сопронова Но Теряет мяч Футболиста Пищевика Однако До захобы Он Не доходит Сейчас Получается У нас Так знаете Взаимные Потери То одни Начинают Теряют То другие Вот Сергеев Падает На газон И Предлагает Кстати Водопой Предлагает Водопой Осуществить Но вот Сейчас Замены Замены Проходят И у Пищевика Появляется Дмитрий Шалин Вместо Таймураза Кадиева Он выходит Ну а Сергеев Будет Выполнять Штрафный удар Здесь Зацепиться Особо Не удалось А вот Плотный Удар Удался Сергею Комарову Почему бы Не пробить Когда Есть для этого Неплохая Возможность Ну что ж Сопронов Показывает Какую Необходимо Осуществить Комбинацию Быть может Его не понимают Но приходится Назад А вот Теперь Он Открывается Посмотрим Дойдет Ли до него Мяч Браво Браво Антонов Играет Кулаками И Сопронову Теперь Приходится Вводить Мяч В игру Из Аута Саокеан Ищет Хартияди Хартияди Играет С Кравцовым Кравцов Падает И Да Нарушение Правил Александр Воронцов Приметил Фол И Сейчас Уже Пищевик Будет Разыгрывать Или бить Посмотрим Может кто-то Избежать Почему нет Но Можно и Пробить Попробовать В принципе Достаточно Неплохо Играет Антонов Сегодня Но Два гола Все равно Пропустил Ну что Будет удар Или нет Да Удар Есть И В итоге Саокеан Касался Мяча Поэтому Не будет Никакого Углового Интересно Если бы Он Отошел Или нет Или нет Ну Теперь мы Это Уже Не Узнаем А Вновь Заброс На захобу И Вновь Он Не Справляется Заброс Заброс Быть может Надо Немножко По другому Выходить В атаку Футболистом Ники Сразу же Следует Потеря И теперь Пищевик Контролирует Игру Шалин Шалин На Фурмана Саокеана Может быть Тот пробьет Нет Ищет Назарова Назаров Теряет мяч И уже Атака Ну Это Достаточно Грубый Фол Назаров Свалил И Свалил Получил Заслуженную Желтую Карточку Ну а Сергей Комаров Упал Замена Проводим Замены Выходит У Пищевика Никита Самохвалов У Ники Харпов Александр Выходит Ну и Конечно же Ника Делает Корректировки Тренерский Штаб Надо Надо Что-то Предпринимать Потому что Пока что Не получается Мало того что Пищевик Счет Сравнял Ну и Атаки Ники Стали Менее Опасными Сегодня Не играет Константин Мельников Но он На Сейчас Посмотрим За Атакой Немножко Заблудился С мячом Здесь Александр Карпов Не удалось Ему Что-то Опасное Создать А вот Здесь Сыграл Здорово Максим Захоба Мяч Отобрал Судья Воронцов Элегантно Пяткой Пропускает Мяч Для Сергеева Сергеев Навешивает Неплохо Было Действительно Достойная Комбинация Правда Завершения Все равно Никакого Нет Так вот Константин Мельников В группе Вконтакте Ники Опубликовал Заявление Что Участие В матче За Супер Кубок Уже Является Историческим Событием И хочется Чтобы Эта История Была Для Ники Красивой Также Мельников Сказал Что С учетом Потерь Будет Экспериментальный Состав Но это Мы действительно Видим Многие Основные Игроки Команды Сегодня Не участвуют Но Вот сейчас Посмотрим Что Петренко Попытается Сотворить А неплохо Петренко Это сыграл А вот Карпу Не удалось Найти Лазейку В воротах Хотя Они были Все Перед ним Забиваю Не хочу Но нет Не случилось А Фурман Сакян Отдает Назад И вот Подает Хартьяди Что придумает Он Забегание И Успел Успел Петренко Вернуться Сыграть В обороне И Мяч Опаснейший Прервал А подает Хартьяди Разыгрывает Угловой И Перекладина Спасает Ворота Ники Дмитрий Шалин С угла Простреливал И вот Такой Опаснейший Момент Но Это Конечно Звоночек Звоночек Для Ники Я думаю Футболистам Небесно-голубым Как раз таки Перерыв Наверное Важнее Сейчас Ну а Пищевик Смотрится Очень Неплохо И Близки Они к тому Чтобы Записать На свой счет Третий мяч Ждем мы Успешных действий От Саакяна А бьет Здорово Бьет Денис Назаров Но Рядом Со штангой Мяч Проходит И Небольшая Передышка Вот Чувствую Что пользуются Пользуются Возможностью Поддержать Мяч Футболисты Ники Немножко Передохнуть Вот сейчас Антонов Ввысь Мяч Забрасывает Петренко Небольшая Комбинационная Игра Которая Вновь Перерывается И Пищевик Опять Пытается Что-то Сотворить В атаке Никита Самохвалов Панайот Хартияди Панайот Как будто Не устал Вообще Здорово Здорово Он сегодня Играет Отдает На Кравцова Тот опять Ищет Панайота За хоба Хоть так Отбиться Посмотрим Пищевик Играет Разнообразно А сейчас Гениально Ну что Отличный был момент Цакян Отдал На Назарова Тому Никто не мешал Но он Пробил Можно сказать Во вратаря А можно сказать Что отлично Сыграл Александр Антонов Который спас Свою команду Сначала Перекладина Помогла А теперь И сам Антонов И счет Пока Не изменен 2-2 Панайот Хартияди Вводит мяч В игру Шалин Кравцов Фентит Фентит Назаров Разворачивается Свечом Ах Красав Но не удалось Доверного Довести Ну здорово Здорово И фланги Работают И в центре Команда Пищевик В игре Так что Ну действительно Вернулись В игру На славу Я думаю Следует им Продолжить Этот Активный Порыв Самохвалов Никита Отдает На Кравцова Вот нам Самохвалов Василия Сейчас Самохвалов Брата В игре Кравцов Попытался Разрезающим Пасом Сакен Не удалось А Хартияди Хартияди Терзает Петренко 39-летнего Опытнейшего Футболиста Никит Но сейчас Достаточно Плотно Встречают Футболистов Пищевика Небесно-голубые И поэтому Сложнее Естественно Атаковать Салатов Ну И вот Дождались Мы Перерыва Счет 2-2 Есть возможность Игрокам Попить водички Передохнуть Ну и давайте Сделаем Это И мы Интереснейший Матч 2-2 Пищевик Ника Передохнем Ден Карточку Помни Ден Карточку Помни Ну что ж Продолжаем Трансляцию Передохнули Команды Футболисты Улыбаются Это здорово Улыбается И арбитр Ну и надеюсь Нас ждет Отличный Второй тайм Первый Подарил Немало Впечатлений Пищевик Пищевик Ника ВРК Счет 2-2 Ника 2-0 Выиграла Стартовый Отрезок встречи Но потом Пищевик Тоже дважды Отличился И в итоге Сейчас равновесие Посмотрим Какая команда Окажется во втором тайме Лучше А быть может И увидим В эти серии Пенальти Кто знает Это все-таки Супер Кубок Теперь Смотрим За атаками Пищевика Уже На другой Половине Поля Словно Продолжается Тайм первый Но сейчас Как может Отдохнувшие Футболисты Ники Попытаются Переломить Ход Уже Казалось бы Складывающий В пользу Пищевика Матча И Немножко Не хватило Конечно Сейчас Набегался Хоть Второй Тайм Начался Только что Но набегался Очень много За тайм Первый Панайот Хартияди Поэтому С мячом Прибежал В опасную Зону А вот На удар Не хватило Кто присоединился К нам Только что Наверное Можно И напомнить О протоколе Итак Пищевик Сегодня Вратарь Горшков Илья Без номера Габриэль Ивнанов Тридцатый Таймур Аскадиев Восьмой Денис Кравцов Тридцать первый Игорь Крючков Восьмид Девятый Он защищает Ворота Денис Назаров Шестой Фурман Саокеан Девятый Василий Самохвалов Пятьдесят Пятый Удар Наносила Ника Но ничего Опасного Тридцать Шестой Никит Самохвалов Четвертый Александр Сапронов Девятнадцатый Панайот Хартьяди И двадцатой Дмитрий Шалин Ну и Ника Сейчас Посмотрим За действиями Саокеана Отлично Он разбирается Назарова И будет ли Удар Или нет Сапронов Ушел На фланг Что сейчас Он придумает Естественно Надо откатить Шалин Кравцов Кравцов Пробьет Но Тут как тут Сергей Комаров И Вновь Комаров С мячом Семнадцатый Номер Нике И его Завалил Завалил Кравцов Арбитр Встречи Александр Воронцов Назначает Штрафной удар Ну и давайте Быстренько По поводу Состава Нике Двадцать третий Антонов Александр Вороток Он стоит Играет Максим Захоба Семидесятый Александр Карпов Девятнадцатый Сергей Комаров Семнадцатый Артем Нациканян Семидесятый Денис Петренко Пятьдесят пятый Четвертый Капитан Команды Никита Потапов Удар Выше Ворот Комарова Двадцать пятый Дмитрий Сергеев И Алексей Староберов Шестьдесят Девятый Номер Минут семнадцать Играют Надо попить Вот сейчас Запасной Арбитр Подсказывает Воронцову Что минут Семнадцать Поиграют И надо попить Посмотрим Последует ли Совету Александр Воронцов Если будет жарко Я думаю Конечно Несомненно Он позволит Командам Освежиться Но пока Вот видите Хотел сказать Свежий Все таки Подает Хартьеди Но он ошибается С передачей Второй тайм У него явно Пока Хуже первого Ну а Ника Попытается Что-то сделать И Браво Браво Денис Назаров Который успел Вернуться в оборону И Предотвратил Опасную передачу От Карпова Могло все Завершиться Ударом Ники И возможно Голевым ударом Но Угловой Петренко Вновь Петренко Пробью Но Защита Пищевика Приняла Этот удар Вновь Как и В первом тайме Начало Скорее За Никой Они больше Атакуют Возможно Это Тактический ход Команда Именно В начале Что-то Придумать Что-то Осуществить Говорил я О словах Константина Мельникова Который Не играет Сейчас Президент Ники Если можно так сказать Так вот Он В итоге Сказал Что Неплохо Получилось Сейчас И вновь Угловой Так вот В игре Надо сделать Невозможно Возможно Почему бы и нет Почему бы и нет Пока Счет Равный Фурман Сакян С мячом И здорово У него получилось Запустить Партнера В атакующий проход Кравцов Кравцов На левый фланг Панайот Хартияди Панайот Закладывает Финт И пробил Но прямо Петренко Прямо Дениса Петренко Главой Бежит Панайот Хартияди И вновь Петренко Здорово У него получается Действовать В обороне Мяч доходит И до Голкипера Пищевика Спокойно Шален На Панайот И кстати Вот сейчас Шален Подсказывал Хартияди Говорит Сам решай Надеется Естественно На Юркого Игрока Ну а пока что Ника была С мячом И пытался Решить Момент Игровой Комаров Ну Предотвратили Футболиста Пищевика Опасность Достаточно Спокойная Пока Игра Перепасовка На своей Половине Поля Помоет Хартияди Что придумает Он сейчас Решил Достаточно Неплохо Найти Партнера Сафронов Что сделает Закритит Ах Не удалась Передача На Назарова И На Циканян Прервал Передачу А мяч То не ушел А мяч То не ушел И Карпов Обрабатывает Его И отдает Престящую Передачу Браво Браво Великолепный Гол Комарова Но что Сделал Александр Карпов Как он Мягко Работал С мячом И в итоге Придумал Эту гениальную Передачу 90% Гола Я абсолютно Уверен Именно Заслуга Карпова Ну а Комаров Естественно Как мастер Подытожил 3-2 В пользу Ники Пожалуй Это лучший Гол Сегодняшнего Матча Конечно Комбинация Как хороша Ну как Хорош Был Карпов Тем интереснее Посмотрим За атакующими Действиями Пищевика Дальний удар В принципе Никаких Наверное Особых Предпосылок Не было Но Василий Самохвалов Решил Попробовать А Теперь Вновь Ника Будет Владеть Мячом И Не получилось Петренко Навязать борьбу Поэтому Пищевик Перехватывает Вновь Мяч Навесы Навесы Все-таки Пока Сегодня в игре Не работают Они Либо Не доходят Либо Просто соперник Читает Что в принципе Один Что другой Ну что Будут ли Какие-то Перестановки Или пока Таким составом Пищевик Будет пытаться Отыграться Мужская борьба Назарова И Нациканяна И гол Вот так вот Да Наконец-то Мы дождались И Результативного Действия От Фурмана Саакяна Счет Становится 3-3 Вновь Ничья Молодцы Футболисты Пищевика Отыгрались Достаточно Быстро Решили Не откладывать Это Дело На последние Минуты Ну и Естественно Саакян Не уходит Без гола Куда ж Без этого Ника Заброс Ну вновь Да Вновь Заброс Ни к чему Не приводит Единственное Можно надеяться На то Что отскок От Футболистов Обороняющейся Команды Приведет Кому-то Из атакующих Игроков Но Не на сей Раз Панет Хартияди Из-за боковой Водит матч В игру Фурмана Саакяна Не получилось Играть Пяточкой А то Могло бы Получиться На Кравцову Очень здорово Один Шалин Отдает на Своего вратаря Игоря Крючкова Тут на Правый фланг Кравцов На Самохвалова Самохвалов На Шалина И Шалин уже Переводит Вот Саакян Сыграл головой Но К сожалению Надо было Наверное Попытаться На Хартияди Который уже Тут как тут И отбирает Мяч У Петренко Помогает ему В этом деле Кравцов И вновь Все начинается С галкипера Команды Пищевик Хартияди Отыгрывается С Кравцовым Нет Кравцов решил Задействовать Правый фланг Ну и И Немножко Мяч Не доходит До Назарова Красиво Красиво Пытаются сыграть Футболисты Пищевика Нравится мне Что они Любят Комбинационный Пас Но Немножко Не хватает Все-таки До гола Пищевик Требует Замену Ну и Ника Тоже Сейчас возможно Будет делать Перестановку Мы видим Что Кадиев Выходит Ушел Назаров Это у Пищевика Ну и Видимо Захоба появится В составе Ники Да Так оно И есть Ну а Отдохнет Александр Карпов Который заслужил Этот отдых Своими Потрясающими Действиями Получается Получается Если я не ошибаюсь Сегодня У Карпова Гол И Результативная Передача То же самое У Комарова В общем Неплохо В атаке Ребят Справляются Но Так играть Добрался Вот загадка На самом деле Оба могли Выводить Пищевик Перед Я же замолчал Но К результативным действиям Это не привело Отличный момент Был У Салатовых Но Счет остался Неизменным Пока что 3-3 Выносит мяч Футболисты Ники И Солкновение Грубое Мужское Закоба Упал И Воронцов Говорит Что Дмитрий Шалинов Вы не правы Вы не правы Все-таки Нарушили Нарушили правила И сейчас Мяч устанавливает Комаров Илья Скорее всего Бьет И вот Подсказывает Тренер Пищевика Что скорее всего Будет удар Посмотрим Так ли оно Комаров Может Может приложиться Это точно И Нет Все-таки Это был не удар Это была попытка Найти захобу Но Мяч Был Первым Оборонный Пищевика До этого Момента Хотя Захоба Там конечно Караулил Момент Кстати Ушло солнце И Достаточно Прохладно Сейчас стало Мне кажется Даже И Наверное Водопой Не будет Применен Потому что Хорошо дышится И Достаточно Такая Прохладная Погода Очень Очень Даже Футбольная В центре Поля Идет борьба Ну вот Панают Хартьяди Мяч Отскакивает Достаточно Неприятно От него Но И Нацканян Не сумел Ничего сделать Но и все-таки Хартьяди Сам Мячу Успел Отскочившему Ну а сейчас Хадис Пяткой Вновь играет Саакян Как же это Здорово И Мяч Улетает Куда-то В сторону Деревьев Футболист Ники Его Выбивает Ну а Атакующая Игра Пищевика Весьма Весьма Неплоха Кстати Пока У нас Небольшая Пауза Наверное Скажу Что Пищевик Да Выиграл В прошлом Сезоне Чемпионат А до того Они часто Были вторыми В 15-16 Сезоне В 14-15 В 12-13 В первом дивизионе В 11-12 В втором Но понятное дело Это Рядом со штангой Какой был удар Сейчас Завис мяч Буквально Но не получилось Не получилось У Сопронова Забить А все-таки Требует попить Интересно Представитель Ники Но пока Воронцов Паузу Не дает Так вот Вечно Вторые Были Футболисты Пищевика И наконец Удалось Стать Первыми Ну а Ника Поступательными Движениями Двигаются Все выше И выше Они Были В 11-12 Первыми Но в первом дивизионе А дальше 12-13 Одиннадцатый Потом 13-14 14-14 14-15 Восьмые 15-16 Шестые И наконец На второй Строчке Команда Посмотрим Быть может Скоро И первое Место А пока Вот такие Пищевик Фурман Сакьян Отдает На Сапронова Тот На Кравцова Кравцов Панает Хартияди Хартияди Ищет Все-таки Партнера Ну и На угловой Мяч Уходит Шалин Пытался Навесить А Комаров Прервал Эту передачу Панает Хартияди Исполнит Угловой Удар Вновь Разыгрывает Шалином Шалин На Хартияди Хартияди Ну что придумает В центр В центр И у Кравцова Момент для Удара Удар Для пионерской Правды Прыжок Вратаря Ники Александр Антонов Браво Не первый раз Хорошими действиями Голкипер Отмечается Сегодняшняя встреча Кадиев Пробил И Угловой Все таки Мяч Отлетел От Футболиста Ники Это был Алексей Староверов Да так и есть Будет Очередной Угловой Удар На сей раз Кадиев Мимо мяча Сакян Пытался Пробить Но В итоге Все таки Мяч Достается Голкиперу Ники Вновь Шалин Замечен В игре Воздухе Головой Ну а Давай водопой Парни Давай Давай Правил Сакян Он Недоумевает К чему водопой Но все таки Судья Александр Воронцов Дает Командам Немножко Передохнуть Немножко Попить Водички Вот Футболисты Ники Говорят Что Держимся Держимся Значит Ли Это Что Они Хотят Довести До Пенальти Возможно Ну а Пищевик Пищевик Конечно Будет Продолжать Попытки Атаковать На самом Деле Не знаю Даже Для кого Эта Пауза Может Быть Полезной С одной Стороны И Ника Отдохнет И Будет Плотнее Обороняться Но Ити Пищевик Допустим Панайот Хартьяде Восстановит Свои силы Сейчас Как Повяжит По флангу И Что-то Да Придумает Ну вот Такой Достаточно Скоротичный Естественно Водопойчик Кто-то Попил Кто-то Вот Например Потапов Вылил Воду Вообще На себя Вот Сейчас Завязывает Волосы Весь Мокрый Ну Освежился Это Самое Главное Ну И Комаров Тоже Главная Ударная Сила Ники На месте И Комаров И Карпов А что-то Шалин И Кравцов Там На чем-то Договариваются У пищевика Как играть Как держать Футболистов Ники А так Сейчас будет Именно У небесных Голубых Но Прерывается Она Впрочем Когда Мяч В воздухе То Он Может быть У кого Угодно Отлично Отлично Играет Сегодня Карпов Обрабатывает Мяч Бьет Но Слабенький Все-таки Получился удар Поэтому До гола Дело Не дошло Но Карпов Сегодня Определенно Один Из лучших Игроков Я бы Наверное Отметил Карпов В составе Ники И пока что Хартияде Все-таки В составе Пищевика Вот С мячом Панает Отдает На Фурмана Сакяна С Кравцовым Играет Играют В комбинацию Назаров Назаров Заваливается Но все-таки Откидывает Немножко Не хватило До Сакяна И Коваров Несется Вперед Прерывает Все-таки Самохвалов Не дошло До Карпова Задумка Была Неплохая И Петренко Будет Вводить Мяч В игру Комаров Вновь Придется Сейчас Петренко Повторить Процедуру Петренко И Денис Достаточно Высоко Это делает Галкиперу Пришлось Непросто Игорю Крючкову Но все-таки Он Выносит Мяч И Вновь Мы видим Уплотный Удар Комарова Но Все-таки Он не опасный Да Не Получился Не получился Удар И Сакяна Сакяна Опять Он играет Пяткой Ну Никуда Это пас Вратарю Команда Ника Не получилось Вести Хорошо Но все-таки Петренко Мяч Сохранил Но Сохранил На одну секунду Пока В дело Не вмешался Хартияди Сейчас Хартияди Найдет Мяч И Будет Вводить О да Вот Боже Он и вел Назаров На Кравцову А вот это Стоит Может очень Дорого стоить Ошибка Кравцова И конечно же Карпов Подкараулил Ее Но Но Дальше Не последовало Никаких Интересных Действий Все-таки Оборона Пищевика Спохватилась И сработала Хартияди И Тренко Играет Играет Чисто Комаров Против него Хартияди Очень хорошо Подает Выводит мяч Через В итоге Через Самохвалова Но Кто-то Потерял Нет Нет Не потерял Все-таки Сопронов С мячом И На левый фланг А вот здесь Потапов Дотягивается Но Мяч вновь у Пищевика Фурман Саокян И пробил Да как Пробил Это гол Фурман Саокян Дубль И счет Становится 4-3 В пользу Пищевика Да Такого Бомбардира Необходимо Держать Но Ника Как-то Прозевала Откровенно говоря Этот момент И Конечно Можно было Лишь Наслаждаться Как Саокян Попадает Да Блестяще И впервые Впервые Ника Находится Среди Догоняющих Вот так вот Они вели 2-0 Они вели 3-2 А сейчас 3-4 И необходимо Уже Небесно-голубую Что-то делать В атаке Получится ли Вновь Солнышко у нас На Вернатк парк И пока Оно светит Для Фурмана Саокяной Компании А вот сейчас Петренко Перехватывает Перехватывает И что же Получится А получится Что Мяч Все-таки Запустил Петренко За линию Ну и Негодует Негодует Денис А Воронцов Призывает Футболистов Пищевика Выносить Мяч Из-за боковой Конечно Опасная Атака Могла Получиться У Ники Численного Не было У нас Еще будет Моментик Вот тренерский Чтобы Чтобы Как можно Комфортнее Было Продолжать Встречу Саокян Саокян Находит Партнера Ну Завертелся Закрутился Никита Самохвалов Спронов Саокян Назаров Понайот Хартияди Идет Перепасовка Достаточно Конечно Все прикрыто Плотно Сейчас Ника Здорово Работает Молодцы Но вот Как они Не сработали В моменте Когда забивался Саокян Как он забивал Да Наверное Все-таки Лучшая Комбинация Была у Ники Где поучаствовал Карпов А лучший гол Если удар Брать То это конечно Пока что Решающий Выстрел Фурмана Саокяна Ника Пытается Перехватить Мяч И это удается Комарову Комаров Для Петренко Ну хватит ли сил Хватит ли сил Денису Что он сотворит Пытался найти Карпова Передачей Но Понайот Хартияди Мчится Вперед В атаке Пищевика Назаров С мячом А сейчас Разрывы Есть Но вот Опять все Плотно Фурман Саокян Можно отдать И назад Почему нет И что здесь Придумает Теймар Аскадиев А он взял И пробил Но Зря Со штангой Заменам Ну что ж Замена Замена Будет у нас И в составе Пищевика В составе Ники Акадив Уходит Выйдет Вместо него Шалин Ну и Сергеев Покидает Так же Поле Захоба Выходит Не получилось Ну Карпов Вот так Расстроенно Качает головой Ну как так Вновь Не находит Мяч А сейчас Пришлось Потрудиться Антонова И вновь Навес И вновь Здорово Играет Оборона Пищевика Ну Не приводит Ни к чему Эти навесы Конечно Выходить из обороны Передачи Бывает сложнее Здорово Выскакивал Но как же Хорош Антонов Играет он здорово Вот сейчас Апронов Что-то Вытворял Интересное С мячом Но Не получилось И решил Взять И спалить Естественно Это желтая карточка Заслуженная Желтая карточка Сапронова Он Валил Мнацканяна Мнацканян Лежит Ну Надеюсь Что ничего Серьезного С Артемом Не случилось А вообще Конечно Надо подниматься Надо пытаться Забить Товарищ судья Карточку Кому? Зайди 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 Ну что ж Все Все футболисты Ники Естественно Кроме вратаря В штрафную площадь Устремляются Но Комарова Не получился Навес Перекинул Всех Перекинул И ворота Ну и уже Не спешит Игорь Крючков Галкипер Пищевика Играет С Шалином И Металлся Отдать Передачу Дальше Но Артем Нацканян Прервал Мяч Впрочем Вновь Владение У пищевика Здесь Фурман Сакян Не успевал Поэтому Он Ногу Убрал Денис Петренко Денис Делает Хорошую Передачу Ну что ж Комбинация Получится Нет Карпов Ну Пробьет Ах Удар Получился Но Принял Его Футболист Пищевика Захоба Петренко Комаров А может быть И пробьет И пробьет Рядом Со штангой А вот Тот Пресловутый Момент Ники Который Обещал Тренерский Штаб Но Не удалось Комарову Строить Счет 4-4 И Пищевик Вводит Мяч В игру Сакян Хартияди Хартияди Мяч Теряет Петренко Лево Захоба Захоба Ну и Перекидывает Он Комарова Конечно Здесь Комарову Было Сложно Что-то Сделать Еще Две Минуты Будут Добавлены Две Минуты Ну что Да Да Тренерский Штаб Никит Говорит Еще минутку Может быть Что-то Выжмем Может быть Что-то Получится Наверняка Все-таки Мы увидим Атаку Никит А вот Станет ли она Результативной Или нет Посмотрим Хартияди Выводит Мяч В игру Сакян Прорывался Сквозь Потапова Потапов Помешал И Желтое И это Все Абсолютно На руку На ногу Как угодно Именно Пищевику Будет ли Момент у Ники Еще Посмотрим Быть может Именно Тот самый Удар Комарова Рядом Со штангой Оказался Последним Действием Никит Потапов Перерывает Мяч За Хоба Борется Здесь Показывают Болезпищевика Не было ли Нарушено Правил Но нет Судья Молчит И Оттесняется Харпова Мчится Мчится Пищевик В атаку Ну Не Не получилось У Никиты Самоквалова Но я думаю Это не самое крутое Что могло быть Но в атаке Мяч Долго Долго Вводят В игру Ника Ну Последний штурм Ребята Получится Или нет Не зацепился За Хоба Как-то Проспало Может быть Попробовать бы Ногу Выставить Авось И Залетело бы Все Все Спокой Да Естественно Нужно Спокойнее Пищевику Мяч Вводить Давай Ребятки Давай На ударчик Дарит Дарит Шанс Игорь Крючков Ну что ж Замена Пищевик хочет Замену Назаров Саша Да Замена Действительно Замена Назаров Вместо Габриэля Евананова На поле Ровцов Главное Сейчас Не потерять Мяч Здорово Назаров Назаров Футболистов Далера Ну а я Комментатор Дмитрий Лосев С вами прощаюсь До новых встреч Друзья Пока Пока Ну а сейчас Посмотрите Обязательно Саммари Ну и конечно Награждение Еще раз Пищевик Победитель Суперкубка Юго-западной Лиги Лиги Суперкубка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!